Это транслит на канале RTVI, я Сергей Минаев, мы продолжаем обсуждать ситуацию вокруг платформы Приразломная. Я начну с вопроса про историю противостояния Greenpeace и нефтяных компаний. Почему нефтяные компании это основной удар в вашей деятельности? Это просто большой бизнес? Это большая история? Или это вещи, которые больше всего угрожают экологии инопланетической? Ну и то, и другое. Третье. И начал бы я немножко с другого, что это не только нефтяные корпорации. В основном это они. Есть еще ядерные компании. И здесь можно вспомнить Фукусимов, с которыми Greenpeace очень хорошо работает, как в Чернобыле. И угольные корпорации. Но нефтяные корпорации, может, стоит выделить вот в этом списке, наверное, потому что это мощнейшее лобби, потому что нефть это фактически сегодняшняя цивилизация, это экономикообразующая отрасль и мощное лоббирование, противодействующее альтернативным новым технологиям. А вы считаете, что у Greenpeace более слабая лобби? Гораздо более слабая. Гораздо более слабая. Это утверждение. И, Сергей, все-таки я хотел один момент по поводу имиджа. Имидж России, президента, кстати, России, начал терять за рубежом 19 сентября, когда начались вот эти непропорциональные ответы действия пограничников. Вот это вот, если сейчас остановить или отмотать пленку назад, я думаю, что... То есть вы этого добивались? Конечно же нет. Я перед эфиром прочитал статью, которая опубликована в Daily Mail, ее автор Доминик Лоусон, а заглавил ее так. Да, Путин жесток, но самая большая угроза нашему будущему – это Greenpeace. И в этой статье он поминает вашу историю с Brandstar, о том, что была совершенно избыточная шумиха вокруг того, что там 50 тысяч тонн нефти, которых на самом деле оказалось, 5 тысяч и так далее и тому подобное. Он рассказывает о том, что, в общем, Greenpeace – это люди, которые занимаются лоббизмом, чья деятельность, в общем, никакой пользы планете не приносит. Это довольно большой материал. Да, материал таких многих, можно добавить сюда и Леонтьева, и Латынина. Я специально не добавил ни Леонтьева, ни Латынина, потому что здесь можно сказать, что эти люди, как граждане России, действуют в интересах России. Это английские журналисты. И не только он, но сегодня очень много критики идет. Что я могу сказать в этом смысле? Ну, если Brandspar, 5 тысяч тонн хватило бы для того, чтобы сделать локальную экологическую катастрофу. Безусловно, Brandspar. Greenpeace изначально говорил про 50 тысяч тонн, а эксперты говорят, что 5 тысяч вообще ничему не угрожает, они растворятся в морской воде без всяких проблем. Точки зрения экспертов разделились, конечно же. Значит, вот здесь, если говорить, здесь речь национальных интересов. И от кого исходит угроза этим национальным интересам? Так вот, с нашей точки зрения, на сегодня, и почему мы считаем, что мы защищаем интересы Российской Федерации, в том числе Российской Федерации, как и Арктики в целом. Нефтяные корпорации исходят от нефтяных корпораций, потому что с тем багажом, о котором сказал Павел Николаевич, с той практикой, которая сегодня... Ну, знаете, что Эксон... Нефтяные корпорации, это, в общем, собственность России, что Роснефть, что Газпром. Эксон получил лицензию в российской эксклюзивной экономической зоне на территории национального заповедника и парков, национальных парков и заповедников. И сейчас он, может быть, Эксон, американская компания. То есть это уже не суверенитет. Может быть, здесь. Ваше мнение, считаете ли вы эту акцию и подобные акции Greenpeace избыточно радикальными или нет? Да, я считаю, ну, вот данная конкретная акция, и здесь я бы еще Павел Николаевичу оппонировал, все-таки, я думаю, здесь перейдена грань от радикализма к экстремизму, потому что те правоохранительные и государственные органы, которые... А в чем экстремизм проявился? Говорили о возможной опасности для жизни людей. Там говорили про водолазов и сама все платформы. На самом деле, я сейчас глупый вопрос обывательский задам. А если бы люди полезли на платформу, вот они залезают, да и в этот момент их видят, какой, я не знаю, как она устроена, видят какую-то механику. Он пугается, на что-то не на то нажимает, и начинается какая-то техногенная катастрофа. Почему я об этом поговорю? Почему? Именно потому, что Greenpeace готовится и просчитывает такие сценарии. А как можно прислать человеческий фактор? И поэтому задача... Поэтому задача была. Перепугу и стрельнуть могли. Обладая набором общественников, это все просчитывается. Перепугу могли и стрельнуть. Могли, да. И стрельнуть. И в этой связи, я считаю, что в такого рода акциях роль журналистов сродни роли журналистов при террористических актах. Там все-таки другие модели поведения есть. А можно я очень короткий вопрос? Кстати, у нас есть... Очень короткий вопрос. Павел, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы готовились к акции. У вас что была? Спецификация платформы? Вы знали, где что? Greenpeace International готовился. То есть были официальные снимки этой акции. То есть у вас прям там целое разведочное управление? Конечно, не было. Это абсолютно... Значит, платформа стоит в открытом море. Это воды, имеющие международный статус. Там свободное мореплавание. Естественно, снимки платформы есть везде. Естественно, была оценка, что нельзя залезать на платформу, чтобы не было вот этого случая. Тем не менее, вы полезли на нее. Потому что на стенке платформы была задача закрепить баннер, не трогая людей, которые сидят... Они-то не знают. Люди-то стоят. Устает человек, что можно на шею сливать. Именно поэтому за сутки уже пограничники знали, что это Greenpeace. Шли переговоры с платформой, с пограничниками. Все знали, что это Greenpeace. Что в прошлом году был точно такой же сценарий. Что Greenpeace идет и предупреждает. Это не насильственный процесс. Вы считаете, эта акция избыточно радикальна или нет? Это, в общем, такая нормальная. Я считаю, что она радикальна. И нужно быть в таких случаях очень осторожны. Тем более, что Россия, это известно, всегда очень жестко защищает свои территориальные и свои экономические интересы. И в этом нет никаких, я считаю, предусудительных вещей. Россия должна это делать. И она защищает свои интересы. Но, я еще раз повторяю, вы меня не хотите все услышать. Очень хотим. Действия журналистов абсолютно здесь не радикальны и никакого отношения. Журналист был на работе, как мы только что выяснили. Он исполнял свои обязанности. И никто не имел права их арестовывать. Если бы они, вот, журналист, сам бы прикреплял вот этот плакат, или бы он тащил этот плакат, все. Все журналистские полномочия с него снимаются. Павел Николаевич. Нет, 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 нет и только так. Когда НТВ показывало подготовку к штурму Норд-Оста, они делали свою работу, будучи на работе. Стоп, тогда не было этого закона. Тогда не было ничего этого. И все по-другому. Вы подождите, 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 вы просто, может быть, не знаете. После того, как НТВ сделало по Норд-Осту всю эту передачу, мы собирались со всеми руководителями. Мы подписали соглашение, и после этого никто из журналистов никогда, ни при каких условиях, не принимал участие при освещении именно террористических. Вы знаете, что здесь журналисты действовали так же, как команда НТВ во время ситуации с Норд-Остом? Учитывая опасность для человеческих жизней этой акции, квалифицировать так, сейчас, наверное, это нельзя. Это может быть первый такой эпизод, но это повод для того, чтобы задуматься. Нет. Дело в том, что наши журналисты сейчас, когда были чеченские, предположим, события, когда были различные действия, которые сегодня возникали в грузинском России, Абхазии, Грузии, когда возникали, специально журналисты выезжали для того, чтобы снимать под пулями, был ранен журналист. Сегодня мы готовим специально Союз журналистов Москвы вместе с Министерством обороны, МВД, ФСБ, готовим журналистов для съемки и действий в особо опасности. Павел Николаевич, а платформа «Приразломная» и акция «Гринпис» по вашему мнению приравниваются к такой ситуации? Да это не имеет значения. А готовили этих журналистов экстремальные обстоятельства? Любая акция, в которой участвует журналист, он имеет право это участвовать. Его сразу отгораживают. Говорят, журналист, вон, на лодке, качайся, снимай. До свидания. Вот смотрите, как звучит разговор. «Гринпис» сообщил пограничникам, требовал, чтобы «Газпром», они знали, что это «Гринпис». А кто такие «Гринпис»? Рейтинг сразу же требует какой-то глава международного «Гринписа» встречу с Путиным. Вы можете себе представить, то есть некая организация считает себя уже настолько великой, что она может диктовать… Хотя представители организации сказали, что о ее лобби вообще незначительное. Да, они считают возможным. Диктовать пограничникам суверенного государства, что это мы приплыли, поэтому вы тут поосторожнее, диктовать «Газпрому», Путину навязывать и говорить, у вас рейтинг падает, это мы. Но это же, мне кажется, как минимум, говорит, что цели были не экологические. Сегодня страна катится к экономической и экологической катастрофе. Ну, детали по экономике все известны, и Путин об этом говорит, что… А вы отвечаете, «Гринпис» отвечает за национальную безопасность и будущее России? Да, кстати. В этой ситуации… Хороший вопрос. Сегодня кто-то должен это сказать. Когда этот поезд катится к пропасти, кто-то должен встать и сказать, кто-то должен нажать этот тормоз. Если другие не работают механизмы, активисты «Гринпис», они идут, рискуя своей жизнью. Они идут и об этом говорят. Потом возникает такая ситуация с непропорциональной реакцией. Возникает ответ, потому что слишком уж больная и чувствительная тема затронута. Сотни миллиардов долларов на кону, которые должны быть инвестированы на арктический шельф. Послушайте, но вы… Владимир, вы сейчас говорите о России, но вы же так действите во всех углах. Можно вопрос? То есть вы фактически «Гринпис» – единственная компания, которая стоит на защите будущего человечества? Нет, можно вопрос? Есть наши коллеги, есть российские ученые-экономисты, есть премьер-министр Медведев, есть Владимир Путин, которые это все понимают, осознают. Но на сегодня тренд таков, что экономика идет туда, где, во-первых, ее ждет коллапс, а во-вторых, коллапс, который будет сопровождаться экологической катастрофой в арктическом шельфе. Вот как раз к опасениям за наше экономическое будущее и состояние нашей окружающей среды. 28 иностранных граждан из 19 государств на судне под голландским флагом вышли из Норвегии и пришли спасать нашу окружающую среду. Я поправлю, я поправлю, что это не иностранные граждане, это члены международной организации. Другое. Первичное гражданство, а потом средство. Горцузский регион тоже. Вот Павел Николаевич возглавляет огромное количество общественных советов, но он в первую очередь гражданин России. Давайте все-таки вот это факты. Сегодня представители Гринписа находятся почти во всех европейских парламентах. Это раз. Две тысячи человек состоит в организации. Практически во всех парламентах есть... Не представители эти. Ну почему? Партизеленные. Сторонники. Ну это не имеет значения сторонники. Это ваши лобицы. Активисты. Активисты. Это ваши активисты. Они находятся в парламентах, это известно. И они там лоббируют интересы, выступают с позиции Гринписа. Я в этом ничего плохого не вижу, потому что они там есть. Но говорить о том, что они полностью, Гринпис, отделен от влияния и лоббирования интересов на уровне, так скажем, власти, это неправильно. Потому что лоббирование есть и очень сильное. И оно сразу же стало видно в момент, когда вот случились эти события, как все сразу объединились против России. Против российских вот этих действий. Россия имела право в своих водах, на своих, так сказать, территориях провести такое задержание. А сколько было граждан России? Но не журналистов. Я услышал. А сколько было граждан России, которые принимали участие в этой акции? 30 человек, 18 стран, 4 россиянина. Понятно. А чем вы объясняете абсолютно бытовой интерес? Человек малороссиен. Потому что арктический шельф, это и Канада, это и Великобритания. Сейчас мы так до сих пор не видели, вы договорились. Но все-таки забирались на приразломную, на российскую платформу. Шелл, Кулук, когда забирались на Статойл, были тоже наши, и наши граждане были, когда забирались и на платформу Статойл, и на платформу Шелл. Ну, если вопрос про четырех человек интересен, согласись. Да? Российский интерес, российская платформа, четверо россиян. А кто средства собрал? Это же средства были собранные. Ну, слушайте, насчет средств, Володя не даст собрать годовой доход Гринпис 196 миллионов фунтов, да, где-то так приблизительно? Я понимаю, я просто говорю о том, что цифра этих взносов добровольных такова, 196 миллионов. Общественная организация, уготовление чисто прибыль Газпрома, в том числе тяжелые граждане Газпрома, вы забыли как маленькие. Но я и говорю, что вопрос о лоббировании наших возможностей и стоимости акций. Я хотел, с вашего позволения, чуть переключить дискуссию и поговорить не только о методах. Мы все-таки с организацией Гринпис расходимся на уровне философии. А вы не считаете, вы как российский природоохранитель, что платформа приразломная действительно угрожает экологии? Мне представляется, что центральный, такой ключевой интерес с точки зрения мировоззренческой организации Гринпис и более радикальных, у нас есть фонд освобождения земли с поджогами взрывами, там и хранители радуги, ну вот Гринпис в частности, он сконцентрирован на природе, как в Библии, где сокровища ваши, там и все. А наш ключевой интерес сосредоточен на человеке, а не на природе. И будет возможность возразить. Поэтому, исходя из этого, мы заинтересованы в том, чтобы человека для сохранения природы, во-первых, не лишать плодов цивилизации, спросить у людей, они не готовы от этого отказываться. И задача наша стоит в сохранении баланса. А возможно, такой вариант. Я в самом деле признаю, что существуют угрозы экологии, ну, надо быть голодовольным человеком, что ее нет. Можно без баннеров, без захвата платформ договориться о том, что вот есть какие-то рамки, которые определены, здесь мы работаем, здесь мы не работаем, потому что это угрожает планете. Я могу принести конкретный пример. Близкая тема. Тоже шельф, только с другой стороны, в другом океане. Радикальная экологическая организация Эковахта Сахалина, ее лидер получает награды за экологию в Вашингтоне, а не в Москве, готовится к тому, что одна из наших компаний выходит на геологоразведку на шельфе. Они аккумулируют силы в центральном административном пункте, автобусами туда забрасывают на общественное слушание и проводят работу среди коренных малых народов, чтобы они выразили протест. Там рыбаки в основном. Протест против геологоразведки. Мы сейчас уйдем на рекламу и потом вернемся буквально через секунду.